Привет, мы в Мещанском районе, и здесь от проспекта Мира до Большой Переславской улицы, недалеко от Санциметрового проспекта Мира, проходит Орлово-Давыдковский переулок. Орлово-Давыдковский переулок. Переулок с односторонним движением автомобиля транспорта по одной двум полосам в сторону Большой Переславской улицы. Длина его составляет около 500 метров, чуть поменьше полкилометра. Назвым был переулок в конце 19-й век по фамилии графа Сергея Орлова-Давыдова, который жил в 1849-1905 году, младшего брата графа Владимира Орлова-Давыдова, так и здесь находилась детская больница Истой Ольги, учрежденная в 1886 году на средство Орлова-Давыдова. В 1823 году он назывался первой детской туберкулезной больницей, в 1857 году, через реконструкцию проспекта Мира, вец больницы был перенесен в Орлово-Давыдовский переулок раз сюда и была на клинической базе Центрального института усовершенствования врачей. В 1870-х годах была закрыта, а ныне здесь находится психоневрологический диспансер. Ну и на этом переулке, в принципе, небольшой, находятся несколько жилых домов, это две девятиэтажки, по одной стороне переулка в начале 70-х годов постройки, а на противоположной находятся три пяти-шестиэтажных жилых дома, под номером два корпуса, один, два и три. Вот они интересные, в 1828 году постройки, в стиле конструктивизма. Вот таких домов все меньше и меньше становится в Москве, ну и они довольно необычные, в своей форме, в своей форме, сейчас так уже не строят, но вот почти им сто лет уже получается, до сих пор они жилые. И, так сказать, конечно, вид это довольно интересный. Ну и здесь, помимо жилых домов, также находятся посольцы Эфиопии, здания под номером шесть, и самое главное строение, это территория бывшей больницы той княгини Ольги под номером два, а с несколькими корпусами. Это красно-крипичные корпуса такие, сохранились интересные мозаики, в том числе на стенах лики с той Ольги, с того Патеримона, тоже покровителя врачевания. Вот Ольгийская больница раньше занимала обширный участок земли с первой Мещанской улицы. Заградой был еще огромный лук, на котором пастлись больничные коровы даже, детей, пришедших на прием, было принято бесплатно кормить. Вот, и также больные дети получали бесплатное лекарство, в кухне больницы пекли печенье, его ели вместе с молоком, которое давали, собственно, корову, который вот рядом посвитит. Хранил сад, в котором можно было тоже погулять с больным. До 2019 года в здании располагался дневной стационар, належащий психонерологическим диспансеру, на территории больницы находились мастерские, творческие кружки, комнаты психологической поддержки для больных с психическими заболеваниями. В 2019 году дневной диспансер был закрыт, здание предполагалось снести, только благодаря работе архнадзора комплекс удалось спасти. Ну, сейчас он пока вот в таком заброшенном состоянии, и вполне возможно его тоже могут все-таки снести в итоге, ну, или что-то все-таки сделают, может быть, какая-то произойдет реконструкция. Раньше это место называли Ольгинка, и на территории с горы катались дети. Ну, сохранился бывший главный корпус больницы строения номер один, вот, одно двухэтажное здание конца 19 века. В стране два это бывший амбулаторный корпус, где амбулаторные дети лечились, тоже был корпус детской больницы, потом корпус дневного стационара, психонерологического диспансера, одноэтажное терпичное здание, тоже конца 19 века. В стране три это бывший служебный корпус, вот, в нем располагалась прачечная кухня, построена тоже в конце 19 века. И в стране четы это бывший карантинный корпус, одноэтажный тоже корпус конца 19 века. Вот это самые такие интересные постройки, их можно, в принципе, видеть, хотя и заграды, близко, наверное, подойти не удастся, все огорожная территория, но и заграда вполне не просматривается, так что можно посмотреть довольно красиво корпуса, все здания построены в конце 19 века. Также есть уже в этом переулке детский сад, это обычный типовой детский сад советского времени постройки, также школа, вот, по номерам 5 рядом находится, здесь же находится классическая гимназия Юрия Шичалина при греко-латинском кабинете с издательством, интересное здание в стиле конструктивизма, 1337 года постройки. Детский сад это обычный, 75 года постройки, а вот это необычная школа, довольно интересная. Ну и на противоположной стороне также находится поликлиника, семейный доктор частный, здание под номером 8. Вот, ну так что видим, здесь довольно интересные и жилые дома, и, соответственно, есть и больницы вот эти строения, и вот это здание школы тоже 30-х годов, так что есть что посмотреть. И от проспекта Мира метро я довольно недалеко, пешком через сам проспект Мира и дальше поворачиваем направо в этот переулок. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.